Ты знаешь, что холода незаметная Материнская твоя любовь Незаводы жизни уходящей По печали твоих глазах За детей твоих достала шляша Что ушла от Бога их снизу Что души и сердца очерзавевшие Мы пришли, а мы к негам ареста Но тут безхлопотно ослевшие В мир, где грех, порок и суета Божий дом любовью наполняется Проповедь звучит и хор поет В доме Божьем души возвращаются И спасение им Господь дает Здесь немало тех, кто Бога с молодым Встретил после их путях свинок Опустила ты свою сильную голову Ведь не больно стало за своими Но не даром, сколько Богу сказано И пролито, сколько жутчих слез В мире все не с демой нитью связано В их сердцах уже стучит Христос Все твои печали и все трудности Протекут, как капли многих волок Даст, поверь и понять ступности Все просимое тебе, Господь У тебя одна мечта заметная Боль одна на сердце с данных пор Ты у Бога самая заметная Среди всех искупленных сестер Помни о детстве дни Пролетели они незаметно По мелочкам порвало, но Белоснежное, милое детство Ты желанье имела одно Чтобы вырос моя крестьянка И спустя много лет все равно Снижу голос я твой неустанный Ночью, утром, днем и вечером За меня ты молилась тогда Каждый час и просила постоянно И Бог, что смерти нас спас Вспоминаю деревню мою Там тебя вяжу я на коленях И теперь жизнь твою седину Вижу отблизь горячих молений Те молитвы, что вону идут До сих пор свои имя я слышу На коленях я рядом паду Но в те слезы в глазах я увижу Буду плакать я с тобою Сознавая, как много ты перенесла И незначая погода Меня к Иисусу вела Меня к Иисусу вела И прекрасней всех потерей Твое имя родное такое Я любить тебя буду сильней Боже мой да и счастье покоя Утри слезы с твоей рукой Пошли в сердце утешень Из немогших ты успокой Приведись и приди ко спасенью Пусть счастливо улыбнется Твоя мама Когда в раскаянии цветы Когда в раскаянии цветы Ей подаришь Пред Иисуса Мой друг на коленях и ты Пусть счастливо улыбнется Твоя мама Когда в раскаянии цветы Ей подаришь Пред Иисуса Мой друг на коленях и ты Пусть счастливо улыбнется Твоя мама Курас Мой друг на коленях и ты Пусть счастливо улыбнется Твоя мама Утри слезы с твоей рукой Пусть счастливо улыбнется Твоя мама Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даниил Кашубин Диана Фисенко Дмитрий Соловей Люда Шпак Людмила Пилат Марина Фисенко Марк Капустин Матфей Гудаков Олег Витков Олеся Лукьянчина Павел Онищенко Светлана Коваленко Тинка Шубин Виталий Витков Ева Гудакова Яна Пипенко Джан Пипенко И Артур Капустин Поэтому я передаю пастору микрофон Мы очень рады за важное решение в жизни молодежи Этот шаг Чтобы служить Господу И заключить завет с Ним Мы поздравляем их уже заранее И мы рады за вас Мы очень рады за вас Мы очень рады за вас Можете в этом важном решении в вашей жизни Чтобы служить Господь И чтобы Таким образом Виталий Баттизм В имя Баттизма И в имя Баттизма И Своего Света И мы хотим благословить вас Мы хотим благословить их И поэтому мы уже имеем план, я братьев всех, служителей буду подключать, и у нас будет водное крещение, где мы будем крестить сразу три человека за один мах. И я сказал нашим служителям, я хочу вас всех замочить в этом году, будем стоять вместе в воде, и сразу три будут крещаемые в воде. Говорят, вода холодная еще в это время, в озере, чтобы недолго нам стоять в озере, и мы молимся об этом, и занимаемся, и если надо, я говорю молодежи, любой из них или группы, они хотят прийти к пастырю, есть вопросы, наш дом открытый для молитвы, для беседы, для наставления, в любое время. You can come and talk to the pastor, it's very possible, at any time, just call me, so we will be home. If you have questions, and you want to discuss something, and pray, I would be very much willing. А теперь, братья и сестры, мы будем молиться и благословлять нашу молодежь, ваших детей и внуков, станем для молитвы. Поздравляю, благословляю, желаю и хочу прочитать стихотворение для наставления матерей и для себя. У матерей святая должность в мире молиться за дарованных детей. И день, и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей. Одна умолкнет, вторит ей другая. Ночь сменит день, и вновь наступит ночь. Но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочери. Господь молитву матерей внимает. Он любит их сильнее, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет о детях, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться к Богу вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами шепчет мать. Как тихо. Возволил молкли птицы. Давно уже отправились все спать. Перед окном склонилась на колени родная, любящая мать. Всегда молитвою незримой и верой жизнь ее горит. Для славной цели вдохновения с призывом пламенным звучит. Как много сил неоценимых тебе спаситель даровал. Святой рукой, руководима, неси священный идеал. Не вечно будешь плакать и молиться. Пробьет почти летний час земного бытия. Войдешь в небесную обитель, узришь спасителя Христа. Там ликовать душою будешь. И радости не будет там конца. Увидишь там свое наследие. Счастливо будешь без конца. О, матеря, не улыбайте. И веру вы свою не угощайте. В молитвах воспламеняйтесь. Пусть финиам горит всегда. Аминь. Я думала о вступлении. Я короткое село и то, что Вся наша жизнь я люблю церковь с детства. И потому, почему Иоаннович Рекита Он говорил, молился. Я верю, я увижу. А я увижу храм. Почему сердце? Даже он увижу Господа, говорил, ну вот храм. И где-то в псалмах написано. Если я забуду Иерусалим тебя, забудь меня мышцы мои. Настолько важно церковь на земле. Настолько это важно. Я хочу сказать маленьким, большим, какие проблемы не были, не оставляйте церковь. Потому что Дух Божий всегда в церкви есть. В любой церкви, пусть она слабенькая, пусть не такая прославленная, но Господь в церкви делает свою работу. Там всегда есть милостивые люди. Если один обидит, другу посострадает. Потому что мы человеками не можем иногда понимать друг друга. Мне уже нечего добавить о воспитании детей, потому что вы все сказали. Но скажу, что мать – это какое-то такое связывающее узел, узел любви в семье. Матери никогда не все равно, как относятся дети между собой, умновшие детей. Матери никогда не все равно, как относятся дети между собой, взрослые. Я себя чувствую насчет детей самой счастливой, даже не то, какое они положение, где-то занимают церковь, как их хватит. Я самая счастливая, когда дети помогают друг другу, когда дети знают, когда у нас большие семьи всегда. Была какая-то проблема в одной семье, или духовная, или физическая, или какие-то недостатки. И когда я звоню, допустим, все они живут там, в округе, в одном краю, я в одной звоню, спрашиваю, а где, что сегодня Лидия делает, я не знаю. А где сегодня Лариса, не знаю. Я говорю, ну как вы можете так? Вы должны каждый день звонить и знать все друг по другу. Конечно, нам надо всем верующим быть стойкими, устойчивыми на всякие стрессы, на всякие, потому что иногда даже дети, подростки разочаровываются. Почему Бог не сохранил? Я помню, несколько, много лет уже, лет 10 назад, наверное, одна дочь Лариса родила, когда маленький ребенок, и сообщение, Лариса в аварию попала и поломала 9 километров, и лежит в госпитале, чуть жива. И вы знаете, и в жизни разные, разные подобные сообщения. Кто-то умер, кто-то в аварии, кто-то заболел. Господи, учи нас, чтобы мы все помнили, что за нами стоит большой духовный мир. Господь, Иисус Христос, хадатай, ангелы, тысячу тьмы кем. Господь, и надо просто, надо пережить что-то. Не все делается экстренно сейчас. Много лет, много лет мы молились заодно, взять какую-то ветку, и было духовное впадение. И я дочери говорю, ну, да, наверное, молитву сделай в твоем доме, я позовусь, старицу будем молиться. Когда мы молились, через ее было сказано, придет время, и он скажет, как я мог обижать тебя так? И вы знаете, прошло 3 года в этих вот всех таких неполадках. И вдруг приходит покаяние, он точно эти слова сказал. Как я мог тебя обижать? Он, наверное, года полтора каялся, каялся за каждый поступок свой плохой. Так что будем верить, мы счастливы, что мы знаем Бога. И просто в семье, конечно, матери, они все равно как относятся. Это самое важное. Бывает кто-то из ребят бьет девчонок, и это потом, я видела такую семью, что она всю жизнь дала насадок. Это сестра, которую он часто ударял, она никогда не хотела к нему ехать в гости, никогда помогать. Так нам всю жизнь осталось. Поэтому надо следить, надо следить за мыслями, особенно материалами, особенно когда детям 15 лет. Это почти во всех переломный период. У них много БРБ, я даже с внуком разговаривала, о 15-летнем. Вся вот эта идея безбожья, она пробивается. И, конечно, мы радовались, что вот поднимаются там внуки, великя по школе, и президенты, и все. И это слово тоже сбивает ребят. И в спорте они передовые. И очень надо, как бы сказать, находить подход отца. Может быть, пойти в Старбакс, посидеть, чтобы он рассказал. Потому что пара слов он сказал, говорит, я не знаю. Теперь вот говорят, что земля существовала, как ты, 5 миллионов лет, а тут вот от пришествия Христа надо в это роль убираться. А какой был духовный? Как везде проповедовал? Он даже со школы привел детей в маленьком возрасте. Когда дети перерастают, это до 15, 16, до 17 лет, это особые материалы. Собирайтесь для молитвы, двое, трое. Господь обязательно будет делать чудеса. Слава Господу. Спасибо. Божьи края, как орел, Стремись высоко и далеко К небу Божьи краям Ты стремись в стране желанной Постоянной Там тебя давно уж ждут Там у Божьего престола Им веселый Хоры ангелов поют Там у Божьего престола Им веселый Хоры ангелов поют Жизни волны Бойся смело И умело В челноке Христа плыви Скоро пристанье прибудешь Там забудешь Испытания свои Скоро пристанье прибудешь Там забудешь Испытания свои Пусть тебя не привлекает Не пленяет Мир блестящий Суетой Блест для мира Дрогов цегеный Призрак легеный Огощен он будет мой Презамир Дрогов цегеный Призрак легеный Огощен он будет мой Друг и враг земли Ты несчастной Ежечасной Дух несется мой к тебе Не отберни же стремления И моления А прими меня к себе Слава Господу Слава Господу Земля нас на себе не раскачала Но где бы мы ни снялись с якорей Дороги всех детей берут начало С морщинам на ладонях матерей И жалко нам стареют наши мамы А наше детство навсегда ушло Мы теплых слов сказали им так мало В ответ на материнское тепло Зачем стареют наши мамы Зачем так быстро время шло Мы теплых слов сказали им так мало В ответ на материнское тепло Зачем стареют наши мамы Зачем так быстро время шло Мы теплых слов сказали им так мало В ответ на материнское тепло В ответ на материнское тепло Зачем стареют наши мамы Зачем так быстро время шло В ответ на материнское тепло Мы теплых слов сказали им так мало В ответ на материнское тепло 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Даже животный мир, я люблю наблюдать, в животном мире интересно, в животном мире отцы вообще отключены. Мать рожает, мать защищает львы, до двух лет львы с мамой, она их учит, как жить, выживать, где воду находить, как охотиться, она ловит, они наблюдают, и потом они вырастают. И защищает, недавно наблюдал такую драму, лев, большой лев напал, и мать боролась, сильно боролась, но лев поранил одного, два у нее было, и в конце он погиб, она отогнала этого льва, и она стояла над этим львенком, он умирал. И когда он умер, или мы говорим, сдох, то мать долго стояла, она имела какие-то чувства животного, и вообще в мире медведица, много написано, медведица, когда она с своими детышами не подходи близко, она кинется в животном мире, они учат, защищают, сохраняют. И хотя, чтобы все было благополучно, животные, киты тоже всегда с мамой, они всегда с мамой, она воспитывает, скармливает. И в птичьем мире тоже мы читаем Псалом 90, 4 стих. «Под сенью перьев или перьями твоими осени тебя, и под крыльями будешь безопасен, щит и ограждение, слово его». То есть тоже орлица, они делают гнезда на склонах скал, там в неприступных местах, но орлица тоже учит детей. Когда они подрастают, они борются, иногда дерутся, мама начинает весь пух, перья, волосы убирать, чтобы острые колючки кололи их, они успокаиваются. Потом, когда уже они набирают перья и летать надо учить, мать учит, она сталкивает, она... Мы читаем это в Исаии, в других местах, мы читаем, мать сбрасывает с гнездом, когда она уже знает, они уже махают крыльями, уже пора летать. И мать старается научить, они не решают никак, то она сталкивает скалы, и орленок начинает махать крыльями, летает, и потом она подлетает под его, и подхватывает его на спину, и несет, потом опять сбрасывает. И так учит мать орлица, заботится. Мы находим это в Слове Божьем, во Второзаконе, 32 глава, 10, 11, 12 стихи, там написано об этом. Мать, любимое слово. И они имеют большую ответственность в жизни, советы для мамы, чтобы они были в Боге, в Иисусе Христе, чтобы сделать эту колоссальную работу, воспитание детей, воспитание будущих лидеров страны, докторов, инженеров, президентов. Это воспитывали мамы, давали страны, для страны этих людей. И поэтому мама нуждается в Божьем руководстве. Мама готова жертвовать собой. Историю рассказывает, что когда в древнее время приговорен был один сын, он сделал гнусные дела и был приговорен к смерти. И в 12 часов, когда колокольня будет отбивать, в 12 часов его будут казнить. Мама не раз приходила, просила милости, но не обратили внимания. И мама решила, она нашла эту колокольню, она взлезла туда. Она взлезла в самый колокол, и она знала в 12 часов, что этот колокол, эта сердцевина будет бить в обе стороны. И она подняла руки и заложила руки в колокол, куда будет ударять эта сердцевина. И настало 12 часов, царь, губернатор и все эти каторжники, все казнить готовы, стояли. И не отбивало 12 часов. Прошло время, нету звука с колокольни. Казнь останавливала, то есть не происходило. Послал правитель узнать, что случилось. Воины пошли, нашли маму, окровавленную в этой колокольне. Ее руки были разбитые сердцевиной об колокол и принесли ее. Когда увидел правитель, он сказал, ты освобождаешься. Одной жертвы достаточно твоей матери, ты свободен. Братья и сестры, любовь матери больше уподобляется божественной любви. Потому что мать жертвенна, мать любит и мать готова сделать все, чтобы сын, дочь служили Господу. Это забота и радость мамы. Пусть Бог даст вам мудрости и руководство, но вы это своей силой и способностью не сделаете. Когда вы будете ходить в общении с Иисусом Христом, в общении Духа Святого, Он поможет вам воспитать тех детей, которые вручил вам Бог, дал вам эти детей, чтобы вы воспитали их. Я хочу заключить историю библейской или написанного в Откровении. Мы читаем, может быть, смогут высветить Откровение 12 глава с 1 стиха и ниже. И мы знаем эту историю Revelation 12, 1-5 по 5 стих. Там видел знамение, жена, которой надлежало родить. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И на головах его семь диадим, то есть страшное чудовище. Хвост ее увлек, часть звезд и так дальше. И матери надлежало родить, дабы, когда она родит, он у ног ее, или он ожидал пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, это говорится об Иисусе Христе, Которому надлежало пасти все народы, жезлом железным. И восхищен было дитя, все к Богу и престолу его. Братья и сестры, этот красный дракон сегодня не поменял свою тактику. Он сегодня ожидает пожрать ваших детей. Он готов пожрать их через аборт, через наркоманию, через алкоголизм, через другие привычки, которые он старается внедрить, через обольщение, искушение этого мира пожрать ваших детей, чтобы они не служили Богу. Этот древний змей, сатана, обольститель, отец лжи. Сегодня вы не можете с ним бороться своей силой, дорогие мамы. Вы нуждаетесь в Иисусе Христе ходить с Ним всегда. Пережить Его возрождение первое для вас. И Его сила нужна Духа Святого для вас, чтобы воспитать тех детей, которые Бог вручил вам, чтобы они служили Господу. Дьявол будет всегда готов, и Он сегодня пожирает и хочет пожрать наших детей. Будем защищать их молитвой, нашим благословением, нашим добрым словом воспитания, чтобы они возросли в познании истины. Дьявол не дремлет и не спит. Он наш вечный враг и будет, доколе придет Господь. Но в руках Его ты будешь безопасен. Под крыльями, под перьями, которыми Он нас осеняет, под крыльями ты будешь безопасен. Когда ты под защитой Божьей, ты безопасен. Ведь дьявол не приступает. Ты имеешь защиту от Бога. А Бог есть сильный. Иисус победил сатану, и Он нам дает эту победу, чтобы мы могли воспитать наших детей, и потом смотреть и радоваться, и продолжать молиться за их, пока мы не уйдем с цены этой жизни. Это наш долг, дорогие родители, молиться за наших детей, любить мужам, своих жен, ограждать их любовью, чтобы у них всегда был заряд любви к семье, к детям, и всем сердцем служить нашему Господу. Я хочу пригласить вас к молитве, и хочу пригласить всех матерей, особенно к молитве. Всех матерей, а то включая бабушек. И, не знаю, если есть права бабушки, пожалуйста. Спасибо за просмотр!